Отче наш Ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Благослови, Господи, это собрание. Приводь с нами. Дух Святой доведет нас в землю правды. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я хочу все время, чтобы другое вел собрание. Но никого нигде нет. Далеко не уходи, рядом будет. Он рядышком стоит, Виктор Андреевич. Но для того, чтобы проводить собрание, надо готовиться. Не просто выйти, здравствуйте и до свидания. Какие у нас нужны? Почему мы собираемся? Так, брат Игорь, подойди ко мне сюда. Ты что сегодня читал? Пожалуйста, принеси златоуста заново сюда. Совсем, чтобы мог прочитать. Сступай с Богом. Я сначала по мелочи что разберу. Вот это мы отпечатали. Он нам нужно давать в каждый дом. Но нет картона. Раздайте вот это с картонками вместе. Пока я буду говорить, а вы раздайте. Все это изрезать и наклеить. Держи. И вот это вот. Ну передайте, берите, будьте смелы. Так, трибу стихов дай мне сюда. Я тебе сейчас скажу, какая страница, я буду читать. Какие у нас были события. Разбирайтесь смело. Потом поищите, да не будет. Сегодня можешь отсидеться где-то. Но скоро этой возможности не будет. Я сегодня вставил новый материал на форуме. Беседуют военные специалисты. Зайдите на мой форум. Первая строчка. Остановитесь, сестры. Русским ракетам не дадут даже взлететь. Со всех сторон окружено так, что через 6-7 минут Москва будет накрыта. И что может сделать их, как спасти? А 18-ю главу, считайте откровение 17-е, сгорит блудница и посыпет пеплом головы. Она обогатила весь мир. Ну как, все миллиардеры, все абсолютно там. В другом месте живут. Мы вплотную подошли к мировой развязке. И так не может продолжаться все время, что облудили, убивали. Я вчера только узнал, что у меня устаревшие данные. Помните, мы раздавали как-то маленькие такие лески, из Москвы пришли. Аборты, чтобы не делали. Голова ребенка, треснутая в разной части. 18 тысяч абортов каждый день. Оказывается, это настолько устарелые, говорит, данные. В среднем около 6 миллионов или 6,5 абортов в год. 20 лет перестройки. 120 миллионов. Это страна. Вы маленько вдумайтесь. Эта страна исчезла. Исчезла на помойках. Это самый истребляющийся народ на первом месте в мире стоит. Нам ожидать ничего не приходится, кроме смерти. Господи, как. Что я вам говорю, вы один раз услышали? Заложите себе в сердце. Мимо пройдет, уже никогда не возвратится. Мы приближаемся к тому времени, к чему мы стремились. Дальше события будут развиваться так. Первое. По нашей общине. Сегодня мы идем к памятнику Пушкина на Ленинском проспекте. На Московском. Запись детей. Кто будет? Звонили уже не один человек. Алтайская правда прям сразу опубликовала. Вечерки, я не знаю, было или нет наше оберегание. Не было. Не было. Вечерний Барнаул ездил в Свергей. Он сдал его сегодня. Нет, он говорил, я буду. В Новосибирск уехал соревнования. Почему не напечатали? Нужно срочно к ним сходить. Татьяна, возьмите на себя. Вот объявление. Первое. Отнести к ним. Они всегда с удовольствием печатали. Какие есть еще у нас газеты в Алтайском крае? Кто знает? Кто знает, какие газеты есть? Ну, коммерсант есть такая? Есть. Ну, про Барнаул есть такая? Купи, продай. Вечерний Барнаул. Зачем мы будем давать эти объявления, если у нас ничего еще не готово и работать некому? Подожди, я сейчас объясню. Я сначала говорю, закончим. Пока, помолитесь, чтобы было. Так, кто в какую редакцию может пойти? Заметьте, я держу в руках готовое, отпечатанное, в своем городе и никого нету. И что, вы живете, не значит, что в Барнауле печатаются газеты? Ну, газеты разные, экспресс какая-то печатается. Ну, подойди в киоск, посмотри, перепиши адреса. Я делал так, подхожу киоск, уберу газету, адрес писал, вторую газету беру. Ну, и кто берет? А где у вас, наверное, не подают сейчас в наше место? Значит, никого нет? Один я свободный. Пошел я. Зачем нам чужих-то наберут? Сергий Радонский так делал. Заходит к братьям, кто по поводу пойдет? Все заняты. Ну, знаешь, один я свободный. Дрова надо наколоть. Мерзут, но ни один монах не идет. Кто братья свободные? Ни одного монаха нету. Ну, за что только один я? Я перейду из одного места на другое, но просто вызывайте меня на это. А то мы сегодня привыкли говорить, Сергий, святой. А как он до святости доходил? Он не сидел в углу. Он не боялся, когда ему правду скажут. Или не правду даже. Он за все благодарил Бога. Ему надо пообедать, а обеда-то нет ничего. Это его паства монахи. И ни один ему сухаря не дали. Какое же состояние-то было людей-то? И он тогда берет топор и пошел к брату. Тебе сенки, я слышал, надо сделать. Надо. Делает. И он ему дает сухари, заплесневал. И когда, говорит, он ел, а братья напротив сидели, смотрели, и изо рта у него дым шел. Это каково? Это не по-моему. Не по-моему. Я сижу дома, у меня одна сестра сегодня заходит. Принесла там смородину, как Александра Михайловна, Галя, Селина, Татьяна. Вторая идет. Все зиму нас кормят под кармой. Тантонина там морковку притащила. Кто-то что-то сварил. Не отобьешься притом никак. И говорить о том, что наше состояние у верующих, истинно знающих писание хуже, ни язык не повернется. Смотреть, как ава всея Руси ест заплесневой, никому не нужны сухари за свою работу, изо рта дым идет. Туман. Как написано? Это вошло в историю. И говорят с удивлением о нем. А я удивляюсь другому. Как это можно было так довести? Такое состояние? Не кого-то, а отвершившийся как бы от мира монахов. Я снова поднимаю. Кто будет искать редакцию и пойдет, отдаст. Попросит напечатать. Это говорит о том, что вы не знаете редакции никаких. За этим кролется то, что вы не считаете газет. Не читаем. Вы слишком духовные. Вы ничего кроме Библии не читаете. Вы Библию из рук не выпускаете день и ночь. Благословенному Богу да будете. Но если только этим прикрываетесь и ничего не считаете, а в газетах много хорошего печатают, то сами разберитесь с собой, где находитесь. Вот это вот я сейчас сдам и вот лежать где. Это уже больше не будет. Их напечатали столько. Разобрать, растричь, приклеить, вернуть. А остальные режьте приносите. Меня подбивали все время. Я помню, кто меня подзуживал, посидел. Это Игорь Третьяков. Некоторые из наших говорили тоже, если не ошибаюсь, сидящие на этой скамейке. А что мы клеим это? Ну пойди-то заказать в типографию. А для меня любая копейка от меня, как от жмота, она не может оторваться никак. Я склеенный с ней. Я страшно жадный на деньги. В народе говорят, скупердей. По высшей мере. Меня жена всю жизнь прозвала великий экономист. Большой буквы. Что же мы будем отдавать, когда можно самим наклеить и отдать? Это мы раз дали, и люди не пошли, в библиотеку выкинули и все. Ну а когда красиво, бывает и не выкинут. Я иду мимо та типография, в которой все заказывают. Бельгард Надежда Ивановна, сын ее Слава там работает. Я спрашиваю, сколько будет стоить? Он сразу посчитал там, ну, около рубля. Мне так и говорили. Так, а если больше? Больше цена поползла вниз. Там было меньше рубля. И, наконец, доходит 50 копеек. Я все не могу успокоиться. 50 за каждую выкинуть много. Наконец, доходим 38 копеек. Я думаю, нынче, если мы будем жить и на следующий год, то нам еще потребуется, давай, 50 тысяч. 28 копеек. Через три дня у меня уже все было. Посмотрите, отправьте. Как это выглядит. Они мне сбрасывают на мой мейл.ру, где поставить, на мою почту, где крести, какими буквами. Там не так было. Все сделали, как я сказал. На 100% выполнили то, что я говорил. Он сам привез, разгрузили. 50 тысяч. 50 тысяч домов. Это город. Да мы уже отпечатали у нас тысяч на 40. Вот тебе 90. И вдруг мне приносят, я сейчас пошлю. Вот такую вот. Конечно, это оказалось дороже. Человек не проконсультировался со мной, но видно в этом его особая любовь. Вот посмотрите, что сделали. Потом вернете. Посмотрите. Ну, посмотри, брат. С двух сторон посмотрите. Конечно, это дороже. В 8 раз дороже моей. Я бы на это никогда не пошел. Но в этом любовь. Я, конечно, берегу это для кого-то. Для губернаторов, для мэров города. Но это тоже нужно. И, в общем, я посмотрел. Мы к 100 тысячам приближаемся. Это уже серьезный город. 100 тысяч квартир. Не жителей. Если мы везде успеем побыть. Я все время побуждал Алифтину Пантелеевну. А где она у нас сегодня? Вот она сидит. Покажись. Я кого называю, встать нужно. Чтоб тебя видели. Повернись сюда, Василия. Чтоб тебя видели. Вот. Она из Баптистов. У нее связи там какие-то есть. И она говорит, ну, все, договорюсь, никого нет. И вот на последние недели приезжает их пресвитер. Если я не ошибся, Кравчук Валентин. У него что-то с ногой неладно. Ну, он привез еще брошюрки какие-то. Я посмотрел несколько брошюрок. Одни не нужны. Другие, я говорю, нужны. Он дает Новые Заветы. Новые Заветы по 2 рубля. Ну, в общем-то, недорого. Но я и этого не могу дать. Ну, 2 рубля. Ну, я их возьму 2 рубля. Когда у меня нет ничего. Нету совершенно ничего. Ни на книжке, нигде нету. Но я богат. Богат добрыми людьми, которые у Господа. Мы с ним хорошо поговорили. Я его проводил. И он дал мне брошюры. Брошюры хорошие. Вот она называется «Десять заповедей». А другая библейское повествование для детей. Сегодня я всем детям здесь дал. У кого есть дети? У кого внуки, которые к нам не ходят? Возьмите. У кого есть дети и внуки? Передайте. Пожалуйста. У кого еще есть дети и внуки? Передайте. Дети и внуки у кого есть? Так. Требошки. Сбегайте кто-нибудь. Здесь, слева. И там посмотреть, на какой написано «Десять заповедей». Слева. Не тихий. Ну, там. Он маленький или большой. Десять заповедей. Соседки даже можете подарить. Это добрые люди. Но он еще ничего не привез. Дал только посмотреть. Я говорю, у меня книги есть. Я могу книгами рассчитать. А он говорит, да мне это не надо. Я Библию читаю. Я сразу его зацепил. Одно место, другое описание. Он ни одно место описать, конечно, не может. Он не хуже других. Он внимательный, ласковый. И все. Но это их общее состояние. Он баптист. Из зарегистрированных. Я их уважаю. Просто за любовь, Слово Божию. Но. Вот он позвонил мне через несколько дней. Приезжает не один, а с женой. А мне сказали, говорит, а то у него, говорит, не первая жена. Первая умерла вроде бы. Ну, сидит в машине, кошку гладит. Когда он стал разгружать, то это уже оказались не просто брошюрки отдельно. Запакованные. И не одна пачка. Увидите, сколько там. Сейчас я всех удовлетворю. Это не мое. Он, его Валентина выходит. Жена выходит. Я не знаю, бывает как-то любовь с первого взгляда. И она мне сразу понравилась. Я стал говорить, и она как-то так ответила с расположением. Я говорю, у меня книги есть. Это они, да? Десять апреля. Именно так. Она распоркает. Она зарубит совсем. Я ее сюда завел и стал показывать трехтомник. Она с радостью взяла. А он отказался. Я ей говорю, вот конкретно, вот 18-й, это том, это о мусульманах. Только это мне как раз не надо. Она на руку поставляет. Я ей сразу. Потом я говорю, вот 26-й, там, это поэзия за 200 лет. Она, ни слова не говоря, подходит, уже берет сама. Вот она, когда протянула руку, сама взяла. Вот тут я понял, мы с ней сошлись. Я очень люблю активных людей. Ну, не могу ничего с собой сделать. Муж здесь стоит, а мы с ней уже начали, говорится, ворковать. Как лучше сделать? Что? Она активность проявила. Так, вы одну распечатали? Нет. А я просил одну. Кому взять и запечатать, чтобы она не растерзалась. Так, я сейчас подам вот так вот вам. Дайте еще одну. Кому еще нужен? Передайте. Еще кому дать? Мне заповеди. У кого есть внуки, дети, или даже близкие, кому хотели бы его подарить? Так, передайте. Его звать Валентин, живой, я так не узнал, как. Позвонила, не ответили. Не ответили? Ну, тогда они уезжали. Так, еще дайте. Кому еще? На заповеди дайте. Так, ну, придется, когда второй, и кому еще? А заповеди есть? Все? А передайте. Ну, вторая не знает? Ну, вторая не знает. Поднимите руки, кому еще надо было бы? Два человека. Дайте мне еще один. Ну, я не знаю, расключаю. Надо, надо. Видите, большая, которая толстая. Распечатаю. Видите, как Бог все делает. Бог делает не как человек. У нас нету. Но Бог обещал. Воззовешь ко мне, и я услышу тебя. Это его не ложное обещание. Вот сегодня слышали, 17 глава Евангелия от Иоанна читалась. Да не это же. Да не это же. По пачку распечатать. И 10 заповедей. И 10 заповедей тоже против. Да, да, да. Зачем по одной давать? Вот такие вот там есть. Библиотские. И 10 заповедей. Давайте. Будем? Подождите. Дайте нам 10 заповедей. Что? 10 заповедей. Да я и дам вместе. Я даю на пару. Я же объясню. Но закон не откройте. Там есть. Так, ты вот на возьмите. На все. Детям как дичи. Понимаете, вот ты сказала, протянула руку. Мне надо теперь их поврось сделать. И у меня опять новая тема возникает. У меня тема на тема. Кто-то что-то скажет, а я уже до охоты перебить. Но я его все равно нанизываю на одну нитку. Вернемся к главному. Чтобы мы были в явностных делах Божьих. Отвече, что это надо. Мне нужен человек, хорошо читающий стихи. Четкой, ясной, расстановкой. Это из моей книги. Церковь, свободная, тюрьма. Ну кто? Почитай. А? Можно. Считай. Вот это стиховерение. Считай по порядку. Я про себя сначала. Громко. Она положена Виктором Николаевичем Ставченко. Написно пение. Это стихотворение я написал, когда ехал в поезд из Потеряя Кубарнаул. Она посвящается Егоренко Надежде Павловне. Кто ее знает? Поднимите руку. О! Видите? Она была здесь. Экомом-комендант. До Михаила Петровича Коряковского. Ну кто ее не знает? Поднимите руку. Кто не слышал ее? Мало-то. Я коротко скажу. Она женщина. Если так ты где-то с ней встретишься, то она не располагающая. Идет. И вот как-то она попала на нашу прогулку в лесу. Ну нет доверия к ней. Вот бывает человек просто лицом не вызывает доверия. Она именно из таковых людей была. Я слишком много с людьми общаюсь, чтобы это сказать так. И поэтому... Ну я там сказал, мне нужна бочка. Для чего бочка? Сейчас даже не знаю, для чего бочка. И она на следующую прогулку пришла туда на кладбище, принесла бочку. Ну сестры, скажите, ну кто из вас принес бы бочку, когда... Я говорил так своим, а она еще никто, даже к нам сюда ни разу не приходила. Представьте, она несет на себе бочку деревянную и принесла в лес это два километра. Это только в сказках говорится, где медведь там несет внучку в корзинке или что-то. Ну кто помнит это событие? Даже никто не помнит, а я помню. Она меня не то что расположила, она пленила меня сразу. И скажу, что Бог меня не посрамил. Она стала членом нашей общины. И она стала не старшей сестрой, а смотреть за обеими этими домами. Это просто потрясение какое-то было. Я об этих домах такого родения не имею по сегодняшний день, как она. Она вылезала все везде. Помню как-то один раз она позвонила мне. А потом я только начал обследовать это дело. Я была у Добуновых, и там у них кастрюля на плите стоит. Это наша кастрюля. Ну стоит, ты что сделаешь? Как это? Наша кастрюля, а она у них. Но они принесли, потому что нужно было там что-то. Нагревали воду или что-то. Так она же портится. Ну как знаешь, она пришла, вытрянула все, вытернула кастрюлю и на склад донесла. Понимаешь, в этом показана была ее особая ревность. Ну, я не прибавляю, я просто говорю, как есть. И я ей посвятил вот это стихотворение. Ехал дорогой, она уже прибаливала. И вот такое стихотворение я его... А в обличении вам, послушайте, читайте. Я вот читаю и сразу песню. Видя, как поет. Да, он успел к ней как живущей съездить, там пропели ей. Я больше... И сестер тут еще у меня есть. Вот Леночка Сокольская. Ей посвящено было стихотворение Наташи. И кажется, больше никому. Не считая там Виктора... На прогулке в лесу приблудилась. Недоверие вызвало. Громче, громче. С каждым разом все ближе садилась. От тебя закукожились жмоты. Да, подожди. От тебя что? Закукожились жмоты. Жмоты? Закукожились? Нет? Опять поднимаю, кто пойдет, никого нет. Закукожились жмоты. По разным причинам. От тебя, а на обличение, обличением живым, столпом стоят сегодня здесь. От тебя закукожились жмоты. Закукожились, это скорежицы, как будто замерзли. Мне некогда. Блины надо печь. На дачу поехать надо. У нее ни дачи, как будто ничего не было. А жмоты-то при чем? О твоих всех страданиях не писано. Судный день засверкает прошедшее. За порядком следила ты пристально. Нарушители мы сумасшедшие. Эконом, комендант. Так, так, подожди, подожди. Нарушители мы сумасшедшие. Какой у нас устав? Что написано вот? Не знакомиться по интернету. Не знакомиться. Не знакомиться. Это трагедия. Новая трагедия может быть. Ей не надо было дважды ничего повторять. Вот один из примеров. Она узнала, что нам нужны гвозди. Да и мало, что тяпки нужны. Ночные горшки вазы. Ну я сказать-то сказал. И дальше-то никуда дело не пошло. А она поднимает все справочники. На таких вот бумажках пишет. Вот это вот разделить на четыре части. Вот такой вот. И печатными буквами пишет все телефоны. Как звать начальника. И ко мне приносит на утверждение. Я так аху. Вот такая стопа прямо буквально. И она это сделала за день, за два дня. Она знала каждую типографию. Почему ты не знаешь? Если бы она была вот здесь, я бы к вам даже не обращался, чтобы язык не мозолить. Закукожили жмоты. И она прошла везде по этим директорам. А кое-кого я знал. И она мне как раз и говорила. Я иду. И как будто бы это родные какие-то братья. Ее кое-где не принимали. Она не располагает видом своим. Они внутри ее не видели. А дальше, когда она начинала говорить, они к ней располагались. Я столько получил гвоздей, примерно сказать, что все еще мы ими пользуемся. Речь шла об ящиках. Тонна. И помогли машиной вывезти. Куда бы она ни пошла, дверь была открыта этими горшками. Уже сколько побили, все еще горшки идут и идут. Она заходила с начальником или директором магазина и до самого нижнего со всеми знакомилась. Иногда она не успевала и говорила мне, вот туда надо пройти вам. И хорошо, что я пошел в станкостроительный завод. У меня сохранились связи в дальнейшем. Повтори этот купет еще раз. Погромче. О твоих всех страданиях не писано. Судный день засверкает прошедшее. За порядком следила ты пристально. Нарушители мы сумасшедшие. Она говорила, кто не так сделал, кто опоздал, а почему ушли раньше времени. Вот зайдут, еще не кончилось собрание, да еще десяти нету. Уже сколько собраний идет-то? Таких маленит, как у нас, один час нигде не бывает, когда без батюшки. У баптистов у всех меньше двух часов не бывает. Чего вы вернетесь домой-то? Успеете еще дома побыть? Нарушители мы сумасшедшие. Она делала замечания везде. Она была у меня в лагере. Я сказал, иди сюда. Сошли, как она стоит там в телеге. Вот посмотрите слева. Дальше. Эконом, комендант, добросовестный. Умножая, хранила церковное. Для других воркотню твою повестью. Сохраню в сундуке златакованном. Подожди. Какая еще поэзия нужна? Вот это и есть сундук златакованный. Это память о добре. Это мой сундук, вот он. Я все помню это. Я тогда не подозревал, что здесь будет написано. Я сохраню это на года. Это вошло в книгу. Это вот сейчас в интернете будет выставлено. Надежда Павловна, сестра наша дорогая. У меня никакого сомнения нету на 100%, что она в раю находится. Она ответила нам из рая. Это единственный человек, даже не мать мне родная. Она ответила оттуда. И при том ответила несомненно для всех. Услышал весь мир об этом. Считай. Расстаюсь со слезами печальными. Всем в пример укажу на ответственность. Слышу в трубке. Бегу я, начальник мой. Всем-то некогда. Стали семейными. Она мне всегда только что-то позвонила. Я сказал, да можно сделать? Слушай, начальник мой. Я пошла. Она нашла мне прозвище начальника. Хотя я начальник-то в лагере в детском. Это я говорил живой. Когда она еще была в полной силе здесь. Да. За меня ты о всем озаботишься. Что достать, заплатить, пригласить. От других не проси, не допросишься. Будут вязью пустой колесить. Вы знаете, что такое вязью. Сплетать, колесить вокруг. Под разными причинами скукожились. Так, кто поищет типографии и отдаст. Ну что, будете вязью пустой колесить. Еще не могу пробить никак. Скоро последний куплет уже будет. Ну. Теперь объявление кому давал. Вы вышли, нет? Почему звонков нету в городе? В прошлый раз, который брали. Сегодня не уходите. Вот здесь вот. Дай-ка вот это. Пусти. Чтоб сегодня начали расклеивать. Хотя бы по 10 штук возьмите и расклеивайте. На, Тихоныч. Так, сейчас не надо мне. Я не давал тебе слова. Сядь. Так, передай другим. Пропустите. Возьмите кому надо. Прямо по рядам пускай. Будут вязью колесить. То есть отговариваются. Вплотную прямо прижму, буду говорить. Почему ты не делаешь этого? Вы бы знали, что если бы на страшном суде вот этот день был спрятан, а он выйдет, будет вот так все повторено. Как я кричал, трес, говорил, в пример вставил. Ноль. Пробудитесь от мертвого сна. Без тебя, ах, боюсь неухоженным, сиротой, почерневшим под ливнями, Будет дом одинокий, заброшенный, на складах кавардак на Вавилина. Вот на складах этот кавардак. И главный-то там может быть я. Так, брат Михаил, там какая-то перина распотрошенная. Надо все оттуда вытащить, навести там порядок. Как бы не Михаил Петрович, я бы тут заглох. Знаете, я другим делом занимаюсь. А то, что кавардак где-то, в избе у меня, это не кавардак. Я просто некогда укладывать. Я знаю, где что лежит. А на складах, даже я, не знаю, что там коробки уже 10 лет стоят на горку. С чем они там есть? Подожди, поживи, есть ресурсы в твоем духе, хотя развалюха. Для смотрителей строгие курсы против тех, кто порядка не нюхал. Вот она могла проводить эти курсы, кто порядки не нюхал даже. Кого у нас сейчас нет. Вы старайтесь первыми, как Исаия выскочит. Я пойду, Господи, я. Очисти мои уста. И Господь пошлет. Уста, если мы причащаемся, почему не ревностные? Я подбиваю к одному. Сейчас скажу, давай. Как же быстро, внезапно стареем мы. Отдохни в тесной келье Егоренке. Нет веселья без Бога Торбеевой. Губы смехом наполнит Егоренка. Торбеева, это ее фамилия, девище. Повтори еще раз, это сестра сиша. Слушайте. Как же быстро, внезапно стареем мы. Отдохни в тесной келье Егоренке. Нет веселья без Бога Торбеевой. Губы смехом наполнит Егоренка. То есть она Торбеева была, Бога не знала. И нет ей никакой радости. А губы смехом наполнит. Это у Иова написано. Это написано эпитафией на памятнике у Гоголя Николая Васильевича. Еще губы наполнишь смехом. Егоренка. Она познала Егоренка. Я ей говорю, Егоренка, да, Бог знает. Мы знаем не Александра Невского, а Алексея, который принял схему. А того вояку знает Министерство обороны больше. Можно напеть мелодию, чтобы люди... Ну, примерно. На прогулке в лесу приблудилась, Недоверие вызвала кто ты. С каждым разом все ближе садилась, От тебя закукожились жмоты. О твоих всех страданиях не писано. В судный день засверкает прошедшее, За порядком следила ты пристально, Нарушители мы сумасшедшие. Ну и как? Хорошо. Как этого праздника стоит? Аллилуйя. Положите туда грех. Где-то. Маленьше. Положите. Маленьше. Я по мелочи говорю. Отсюда вытащили картошку, Перебрали. Хорошая картошка, она хорошая. У меня в сарае. Бесплатно, никто не разбирает. Почему она не нужна? Валера, почему не берешь? Ты же тебе годы брал. Ты почему не берешь? На еду? Не, есть такая. На еду. Едовая или посадочная? Ну, она, конечно, растет. Ну, любая. Она такая большая, хорошая картошка. И хоть на посадку, хоть куда ее. Уже все посадили. В сарае просто приходите, берите, так и мешки вернуть. В прошлый раз кто перебирал у нас здесь картошку? В прошлый раз. Почему вы мешки оставили на солнце? А я их не хватился. Два дня были на солнце. Все они пропали. Солнце съедает их. Это 25 мешков погубили у меня. Ну, еще Галя. Галю, говорю, это... Лидия, это нету, Павла? Скажи, постарались мешки, погубили? Пусть муж заботится, привозит новых. Он каждый год помогает. Передайте ей. Вот теперь относительно, что сказали, в лагере работать некому. Мы это проходили. У нас в лагере некому работать. Я не помню, когда это было, но было лет 7 назад. А может и больше. Звонят. Приходим. Никто не приходит. И уже последняя неделя. Никого нету. И тогда Наташа приходит и говорит, я отпросилась, я могу поехать. Она сказала здесь. Никто нигде не знал. Кончилось собрание. Я иду, как пошли звонки, набралось сразу сколько детей. Это Бог знает. Сколько мальчикам родится, сколько девочкам. Никого не было. Как только работник появился, а работник она ни одного заменяла. Она и строчила, шила девчонкам платье, материал валер давала. У нас сегодня нет Бортнова там. Она там готовила такое. Сегодня хорошие сестры, но они не готовят то, что она брала. Она разная шоколадная. Кто с ней был, знает, что она делала. Ночные горшки, тогда почему-то маленькие было. Это все ее было. Конечно, ей помощники там были. На снимке сохранила Старисия Николаевна. И там ловят одну рыбку в кастрюле. И вот она согласилась только. И все, сразу, мгновенно пошли дети. Так что впереди у нас еще две недели. Через две недели, это редкий такой случай, 10 июня попадает на воскресенье. Мой день ангела и день рождения. Я его отмечаю тем, что перекрываю доступ бесплатный к книгам. Уже много раз говорил, уже больше двух лет говорю. Кому нужны книги, мне подойдите, скажите. Галине Николаевне берите бесплатно на ту сумму. Сколько ты, кому хочешь, только скажи, куда нужно. Следующее воскресенье все перекрывается. Хоть сколько ты жертвовал, только покупать будет. Вам ясно это? Чтоб разговора не было. Брать надо сегодня. И через Галину Николаевну Кудрявцеву. Без нее, ну никак, мне нужен отчет. Вот, Галина, ты мне в воскресенье, в 10-го, предоставь подсчет. Я его забираю и все, после этого новое ты начнешь. Мне, кто на сколько давал, сколько взял, я должен примерно узнать, что у меня в начале еще и есть. Мы едем снова на Благовестие, в каждом центре, где мы будем, дарим все 38 наших книг, бесплатно. 12 тысяч рублей. 12 тысяч. Вот за два года, и там еще немножко, мы подарили на 1 миллион 100 тысяч, учитывая, что не такие мы богатые. Вы приходите сюда, по-русски у меня, вот, если он у нас с тарелкой не ходит в ящик, вы туда копейки просто не ложите, не надо. Мучаются, не знают, как сдать и куда. Нам нужны деньги очень сейчас. Эти деньги сейчас будете собирать на бензин. Первый едет Николай, ему деньги сразу отдавайте, смотрите. Брату Николаю, Крючине. Он скажет, сколько требуется. Требуется ни один, ни два. Я заранее оповещаю, чтобы вы знали. Примерно первый наш заезд будет отсюда. Мы ездили за 120 километров. Ну, один раз заехали побольше Корабейникова, там 250. Этот наш первый заезд будет примерно за 2000 километров. Так что, о нас очень далеко идет разговор. Рано или поздно, может, у нас патриарх будет в гостях. Я почему-то так думаю. Потому что никто его не слышит, он сам об этом говорит. На благовестие не идут. А мы остались в той неповрежденной общине, которая принадлежит к русской православной зарубежной церкви. Ну, нету, нету. 17 мая пугали. Прошло, ничего нету. У меня все так же на столе стоит и в душе, и в молитве. Нигде ничего нет. Не изменилось. А как будет дальше? Сейчас новое письмо Иларионы я написал. Батюшка говорит, надо написать. Я говорю, ну и пиши. Я еще напишу. Я взял, написал так просто. Он сразу. Ну и больше ничего не надо. Вот это и... Потом я говорю, что какой вы позор-то принимаете, если нас бросите-то. Где это в истории было такое, чтобы общего встал, ушел там и епископ. И еще как хотите, и так занимайтесь. Любой епископ уйдет из епархии, его могут и не вспомнить даже. У нас не так. И священник. А там другого, третьего подсунут. Мы сразу это заметим. Ну, еще батюшки здесь нет, и мы не спешим. Просьба. Приходишь, дом Божий написан, приходи не с пустыми руками. Ну, маленько посмотри. Ну, копейку-то кладешь, ну, не больше десяти рублей. Вот они собрались, сестры. Сейчас надо идти куда-то обменивать. Тратят время. Зачем? Не клади. Накопи там, чтобы у тебя была бумажка, десятка пускай даже. Копейки вообще туда больше не ложите. Не считай, что ребенок подойдет. Ну, подошел там красенькую, положил там, написано 5 и 3 ноля. Оно будет что-то заметно. Не считайте. Напоминаю, что за машину мне еще надо собрать, может было бы, две трети больше двухсот тысяч. Это все на мне висит. Если не будет, ну, значит, моя такая планета называется. Деньги делали сбор только на одну трехтомник. Теперь относительно книги трехтомника. Никому не брать трехтомник без тщательной проверки моей или Галины Николаевны. Взяли два первых, третий, первые не взяли. Уезжая в другой город, я целый год размениваю теперь. Здесь, во-первых, разорвано. И тут ничего не... Ну, просто она... Куда я дам-то? Эти любые не касаются меня. Только трехтомник. Тщательная проверка. Вы все слышали? Кто без проверки возьмет, буду считать большим нарушением. Потому что ты взял, ушел, отослал того, а тут говорят, а почему два первых, а ничего нету? Вот мы нарушители, мы сумасшедшие. Чтобы этого не было. Потому что все кладется на меня. У нас никого в Лужковых сегодня нет. У Лужковых там получилось несчастье. Прошу всех помолиться. Девочка взяла кипяток. Зачем она им взяла кипяток? Я не понял, кто, на кого он юлька или что он сказал. Не уже ли. Была на диване. Я вчера с ним разговаривал с Игорем. И опрокинули на пацана. Парнишка. Парнишка активный очень такой, живой. Я подробностей не знаю, но отец это сказал. Ну что, могли там, конечно, пузыри, волдыри. Помолиться, Анфим его звать. Наша община ската Анфимовская. У нас здесь и трепетишек было у отца. И ни одного не обворила мать. Почему? Отец. Мать, она бы допустила, а отец нет. Вот у меня знакомый один, пацаненок. У него глаз стеклянный. Ну, теперь он вырос уже, муж. Как ему неудобно. Из-за чего? Мать бросила ножницы на столе. Он потянул за клеенку, он пал ножницы точно в глаз. И глаз сразу вытек. И он всю жизнь со стеклянным глазом. Сколько же он в жизни-то неприятностей имел. Из-за чего? Мать лохудра. А наш отец, мать нашу, держал на прицеле. Вот она что-то поставит, а отец управляется. Он зайдет. Ну, что ты тут расставил, досперихи всю лавку заняла? Убери. Ребенок опрокинет на себя. Он вперед смотрел. Приходит, приезжает ко мне в гости. Ну, на строительной. Один этаж там. Выбегает собачонка соседняя и заваяла. А эта холера что? Брать ее отсюда. Я говорю, тядь, это соседи наши. Я ее половинкой кирпича проглажу. Ребенка укусит. Да какой ребенок-то? Откуда там? Ни у кого детей нету. Скажи ты, в этот же день ко мне приехали в гости, и она укусила ребенка. Это нарочно не придумаешь-то. Отец не знает, кто бывает у меня в гостях. Но он увидел, собака беспривязная. Она маленькая, за ней погонишься. Она как кошка под пол всегда там у них лазила. Соседей. Так и получилось. Надо вперед немного смотреть. Ты сегодня в закон это все заложи. Значит, кипяток подальше убирайте. Где дети есть. Режеще колюще уберите, чтобы ребенок не сдернул. Смотрите вперед. Этот ребенок, уже матери нет живой, он все вспоминает и вспоминает. Она его сделала непригодным. Ни для большой работы такой, где он хотел бы поступить. Ни в армию он, ни та девушка за ним. Ты знаешь, о ком я говорю? Кропки. Так. Так, Марина, сестра. Подойдите к ней сегодня, скажите, кто едет с нами с 17-го. Да, 12-го июня. 12-го в Потеряевку. Давай, теперь твое слово. У меня болит душа, и я хочу об этом сказать. Сейчас холодно, посмотрите как. Мы поедем, это заморозим детей просто. Когда? Давай хоть на неделю еще позже. Весь город выезжает, а отопляется только в Алайдере. Вопрос решен, не надо говорить, бесполезное дело. На, дети, как они говорят. Еще раз говорим, бесполезно. Еще раз говорим, бесполезно. Уже решено. Уже документы лежат в городской администрации. Вы куда меня ставите-то? Я справляюсь в городе, когда вывозят детей. В такое-то время. Знаете, мы почти на улице, ну как это? Да еще две недели с лишним, успокойтесь. Успокойтесь. В лагере ничего не готово. Нужно побелить все эти... Нужно все потрясти. Поезжайте вовремя. Кто это будет? Кто поедет? 12-го выезжаем. Сейчас надо решить, кто едет. Вот я про... Там не надо отключения внимания. Выезжаем 12-го. Выезжаем отсюда мы в 8 часов утра. Надо подготовить лагерь, Игнатий Тихонович. Так, теперь кто? Давайте. Я спрашиваю, кто поедет готовить лагерь? Ну я сейчас еще раз говорю, кто поедет? Ну что, закупоченные жмоты? Игнатий Тихонович, я первая бы согласилась нести это. И не шла бы. Ну это что, ты уже поедешь первая? Подождите. Нет, я пару другое. Но мы сейчас развешиваем объявления. Мы что, набирать будем неверующих детей? Это раньше вы ездили? Это другое время сейчас, Игнатий Тихонович. Раньше вы ездили знакомые, все верующие. Там кто матери? Мы все свои. А чужих? Ну чужие. Сейчас мы в окружении. Вот тут сказал понятно. Доказывать не надо. Я знаю, как это неудобно. И об этом мне никто так говорил. А Юрий Федорович, кто это такой? Пороскун. Прокурор края. Генерал-лейтенант. И он меня убеждал каждый раз. Игнатий Тихонович, вы не берите детей посторонних. Столько с ними у вас неприятностей. И люди такие, они привязываются. 40 лет позади. Мы не можем вот так скукожиться. И туда нельзя, сюда нельзя. А кто этим детям скажет? Кто этим родителям возвестит? Я и так смотрю тщательно. Из 10 звонков сегодня только один придет. Я рассказываю о строгости, о наказании. Ребенок, чтобы был верующий. Да, ну вот он крещеный. Ну вот мы редко в церкви бываем. И что мы ангелов будем искать? Сами ангелы. Вот трудимся над тем материалом, который есть. У нас были такие, которые воровали. Но все это позади. Были сироты. Были евреи. Цыгане. Баптисты. Новая жизнь. Адвентисты. И кого-то и не было. 50-ники. Эти люди другие. Я и общаться в мире как я буду. Вот меня, видите, я целуюсь с мэром города Баварина. Да этот партор с коммунистами целуешься. Целуюсь. 11 лет суда были позади. Я и себя не помнил. Наконец-то вот этот дом мы получили. Этот дом благодаря ему получили. Как бы ни Баварина, мы еще не сидели здесь. За поцелуй меня и то долго за это. Ну виноват. Но я за него за покойника молился. Трагически погиб. Вы должны реально подсказать. Значит, никого, кроме дробота, у нас не будет. Четыре ребенка. Но они будут побросить. Дома за кроликами надо ухаживать. Через полета приедет, ну кто там, Енапа, а потом Ваня. Ну и все. А у нас звонят некоторые, говорят, а мы у вас были несколько лет, а вот были в других лагерях, там так плохо, мы хотим к вам. А другие, а я слышал от соседей, там сын у них был, нам как раз это надо. Звонят с Москвы, с Греции. Я оттуда приеду к вам. Ну приедет, не приедет, я не могу отказывать. Сами тогда должны быть. А вас не будет, Игнатий Тихонович, вы уедете. Кто будет? Я объясняю. Все, все сказала, коротко. Я объясняю. И Анжатаус говорит, друг, это второй я. До меня не сразу дошло. Я закрыл, вышел на кресту и повторяю, друг, это второй я. Что ж такое-то? А это когда он говорит, все, матерь, все, сын твой. Я ухожу. А как я без сына? А вот он, сын стоит. Это сын твой. Друг, это второй я. И остается там старший воспитатель, который в лагере работает 13 лет уже. Виктор Николаевич Савченко. И он там пользы приносит во много раз больше, чем я. А что нужно, позвоните. Да и лучше, может быть, не сразу меня еще арестуют там. Кто приедет, они ради вас приедут. Так, реплики не надо. Реплики не надо. Сумеется, это все сети такая невоздержанная. Вот. Он все знает абсолютно. Документы в руках. Спортсмен. Умница, благовестник. Ну, что не скажи, все. Дети его любят. Композитор, бард наш. Я ни одним талантом этим не обладаю. Он остается там. Все тут вымерено и дальше никак. У нас нет другого потенциала, другого материала, из которого вы могли бы строить. Из того, что здесь строим. Вот я сейчас прошу кого-то, ну, на стройке. Скажите, а какой самый ценный материал, из которого построить на тысячелетие? Тысячелетие, да вы что? Вот эти дома, и они только рассчитаны на 80 лет. Кирпичные. Ну, изнашивается все. А бетон, ну, бетон на 150 лет примерно. Это уже надо менять, даже если оно стоит уже. От натяжения все, разрывы могут быть. А я бы сказал, самый хороший материал, это дерево, плотник. Да как дерево? Можно поджечь. Поджечь можно, но не сжечь. А почему? Плотник из Назарета строит. Две тысячи лет. И крепче, крепкого стоит. Крепшей платины. Самых прочных материалов. Щебуна и железо. Слышали такого? Так. Вот сидела здесь у меня, ее нету. А где Надя? Муха. Так. Я обращаюсь сейчас к тем, у кого есть фотоаппарации. Садистского двое, у вас двое есть. Третий Виктор. У кого еще фотоаппараты есть? Поднимите руку. Вот. Ну, хороший фотоаппарат нужен. Просьба. Помолитесь об этом, чтобы у нас был фотоаппарат. Но только мы брать ваш не будем. Его в лагерь Виктору дать бы. Ну, на месяц 20 дней. А мы его возьмем. У нас будут снимки. Ну, нельзя просто. Даже вот баптисты были, говорят, вы там снимаете. Какие рассказывают, мы у вас возьмем и там опубликуем в следующий раз. Кто мог бы Виктору Николаевичу дать фотоаппарат, ну, на два месяца или на месяц 20 дней? Так у Надежды Васильевны там есть. Ну, все, тоже. У нас в Ручилин не знает хороший фотоаппарат. У Надежды Васильевны. Купил, что ли, новый. Да. Откуда там хорошего фотоаппарата? Нет, нет, там не, нет. Хорошего фотоаппарата нету. Кто может дать, не для нас, а для Виктора Николаевича, чтобы в лагере, что будет отмечалось, он сохранит, он сам имеет фотоаппарат. Что, внезапный вопрос, неохота давать. Ну, мы возьмем все просто сейчас, все время сами. Все, не менее, а? У меня есть еще один, но он простой. Ну, откуда я знаю, что простой, что простой? Какой, не цифровой? Нет, цифровой, но... А ты лучше отдай. Ты лучше отдай, потому что ты даешь не мне, а Господу. Лучше. Вы сегодня слышали, проповедь была и читали, ибо сам сказал Господь в блажении давать, нежели принимать. Я сейчас не закончу. Я вам еще скажу. В блажении давать, нежели принимать. Сам сказал с большим буквами Христос. Христос никогда не говорил. А если говорил, покажите, где говорил. Апостол Павел приводит слова, которые Христос не говорил. А если говорил, то не зафиксировано. Откуда он взял это? Загадка. А из всего учения я отдельно Христос ему являлся еще. Вот откуда. Блажение давать. А вот я бы сейчас сказал, у меня богатый за 140 тысяч аппарат кому даром дать? Я думаю, подняли бы руки здесь сейчас. Так блажение давать. Ну и что, скукожили жмоты? Вы наоборот сказали, трое, меня возьми. Нет, мой аппарат лучше нет, мой возьми. Вот как вы должны были поступить. Поднять руку и соревнования. Устройте конкурс. К Виктору Николаевичу обратитесь. Я оставлю это пока для рассуждения с вашей совестью. У кого есть фотоаппараты, перезвоните Виктору Николаевичу. Возьмите телефон, у меня есть. И предложите ему, скажи, ваш что забирает. Нам нельзя туда петь. Ну представьте, если мы едем за 2000 километров, и не просто едем, а мы пунктами будем останавливаться. Если мы выезжаем в 17, то Николай настроится на то, что возвращаемся 7 июля. Восьмого в Потерявке крещения. А у нас ни одного нету. Но уже на крещение приезжают из других областей. В прошлом году кто крестился сам, нынче везет мать и может сестру, как у Вити. Молился, молился там 15, кажется, лет. И наконец приходит мать приняла крещение, сестра и отец принял крещение. С 7 мы должны быть дома, 7 суббота. Приехать помыться. Вот с 7 теперь разговаривайте, кто с шофером дальше поедет. С 7 июля кто с шофером будет? Согласен на 7? Ну вопросов никаких нет. Такие и нужны подвижники. Так, Николай, на 7 июля как? С 8? Нет. Кто может с 8 поехать? Юля. Мы сегодня даже уже назначать хотя бы 2-3 очереди. 8 июля кто? Шофера. Закукожили жмоты. Понимаете как? Вот как написано, то Господь же мне дал написать эти слова. Я бы вас не просил, если бы сам был дееспособный. Я нетранспортабельный. Скоро меня и возить-то не смогут. Я вот еду, меня трясет позвоночник после операции, он сползает. Я вылезти не могу никак. Не поклониться, ничего не могу. Но я поеду. Никому я не уступил еще ни одного благовестия. И думаю, Господь благословит. Так, Николай, мы что хотели покупать? Все купили, нет? Нет еще. Нет, нужно все это закончить. Знаете, в интернете выставили такой снимок, распространяется. Салтыков-Щедрин, кто знает, кто это такой? Писатель. Кто такой? Писатель русский. Ну, писатель русский. А кроме того, какой он должен занимать? Никто не знает русского сатирика, писателя. Кто он был такой? Губернатор. Карлин. Губернатор, понимаете? И писатель был. И вот его фотография, дата, когда он жил, и написано. И с ним интервью сейчас берут. Скажите, пожалуйста, там, называют его Евграф. А вот если бы вы сейчас воскресли, вы вопрос бы нам какой-то задали. И вот такие вопросы ему задают. А если бы сказали, что вы думаете у нас, какие тут без вас проблемы? Фу, слово окаянное. Он говорит... Да, знаете, что он говорил? Пьют и воруют. Пьют и воруют. Сто лет назад, 150 лет назад сказано, как будто сегодня. И он говорит, пьют и воруют. И кто-то вспомнил, и он теперь воскресший ответил бы этим славам. Да пьют они столько, сколько пили. И воруют не столько. Воруют по-крупному, по республикам и по государству. Нам, понимаете, на этом фоне очень легко показать образ Христа. Вот эту ревность о Боге. И кто пойдет? Молчок. И один пророк Исаии выскочил. Я пойду. Хотя оказался недостойным. Но Бог благословил, очистил, и он пошел. Мы должны так ревновать, чтобы в почтительности друг друга предупреждать. Бегите, чтобы получить. Я вам говорил, что значит доброта и сила. В одном соревновании, там называют как-то пара там все эти... Олимпийские. Олимпийские бегают. И вот далее старцы, и они побежали. А малолетки, ребятишки-то. И вдруг все остановились. Оказывается, один из них споткнулся и упал. И они все бежали, допустим, они все остановились, все назад вернулись. И все в руку, а он ногу повредил. И все вместе пришли первые. Там стадион рыдал. У взрослых наоборот. Конь, когда конские скачки натягивает, чтобы он в конь споткнулся, упал. Ну, как поет об этом Высоцкий. До горизонта теперь все у него забито. Натягивает струну, чтобы голову срезало на полном скаку или что-то. Это малые дети. Вот образец доброты. Первое место. Они достойны этого. И поднимай руку. Ты первый будешь в этом деле. Ладно. 10 июня мне будет 73 года. Слава Господу. Я не знаю, у меня какой-то азарт появляется на годы. Я говорю, первый раз я сильно вздрогнул, когда меня поздравили с днем рождения 25. Четверть позади. И мне сразу вспомнилось одно стихотворение. Я просто читал когда-то. Но если четверть века позади, а ты еще не звонок и не ярок, еще не поготовил свой подарок, то от тебя подарка и не жди. Больно и горько взялось. А уж когда 50 было-то, я как-то так пропустил. А уже когда было 70, я просто с восторгом. Конец пути. То есть финиш, я уже вижу, где финиш. Рядом. И почему-то захотелось мне нынче летом все побыть на Благовестии. 73 года. Кто написал стихи? Стихи эти кто написал? Не знаю. Я в армии высчитал в комсомольской правде. Может быть это Гуля такой был редкий. Мне кажется, это или Стюарт. Такие два стихотворения. Между этими двумя авторами колышутся. Гадание к лету, говорит, к осени поплыли. Бодрись, крепись, но хочешь лишь не хочешь, а они виски уже посеребрили. Но все равно я завтра встану рано и потружусь за наступление дня. И солнце, уходящее на запад, я за узду поймаю, как коня. Я еще ничего не знал, но все во мне радовалось, что я хочу подражать этим людям. Я поймаю этого коня за узду, остановлю, продлю время. И наконец я нахожу у Леонарда Довинча, что у него на сон уходило 2,5 часа. А каким образом? У меня именно на этой цифре я остановился, когда работал. 2,5 часа в сутки спать. Оказывается, нужно спать с промежутками. Через каждые 3 часа, ну, минут 15-20 сна. Потом опять 3 часа бодрствования. Там 4 и опять 15 минут. Чтобы 2,5 часа у тебя набралось. Этого вполне достаточно. Иные считают, что если я ночью встану на молитву, ну, пропал день, тогда я где-то буду падать, и меня станок косу мою закрутит. Да и, во-первых, ты не у станка и волос не давно обрезал. Не бойся. Ничего с тобой не будет. Попробуй. Ты еще не знаешь, какой в тебе потенциал. Да подожди. У меня просьба сегодня будет. Сначала я к вам обращусь. Так, говори, а то я закроюсь. У меня тоже просьба. Кто из братьев может сегодня Настю везти? Она книги взяла, которых у нее нету. Там 6 упаковок. И это естественно, что она не дотащит даже одну. И плюс мы сегодня привезли рассылку.